Второе отделение Но, правда, отделение французское Сейчас мы погасим свет Это для юбиляра сюрприз А что-то, Антон, вот это светит прямо в глаза Еще один выпускник МГПИ все-таки просит дать ему небольшое-небольшое слово Еще раз мы приглашаем Вадима Егорова Импровизация – это наше все И слава Богу Дорогие мои, лет 20 тому назад Я написал одно стихотворение Я написал много, но одно особое Оно никому не имело отношения Ну, просто абстрактное Но я прочел его на трех Заикаясь Юбилеях На юбилеях Сухарева На юбилеях Городницкого И на юбилеях Никитина Хочу сейчас прочесть На этой надате у Юлика Послушайте, мне кажется, что оно имеет отношение Которое никому не относится Оно имеет отношение к сегодняшнему юбиляру Жажда славы Словно шмель Жужжит над духом Для других и божий луч И эталон Гений кто? А тот, кто сам Ни сном, ни духом И не ведает, что гений Это он В магазине, прикупив мясца и рыбки Снег ли валит, ли дождичек крапит Гений, зная себе Пиликает на скрипке Или лепит Или перышко скрипит У него какой-то вывих В каждом гении Ни повеса, ни святоша, ни бобыль Слава Богу Он не знает, что он гений А иначе вряд ли гением бы был В этом мире Только Бог Над ним начальник И вчера своим торжественным боском Бог сказал мне Ну, конечно же, он чайник Старый чайник Но с божественным звездком Пусть вершится смена граций И традиций Пусть крошится винегрет Из душ и тел Лишь бы булькало в том чайнике Водицу И свисток его Божественный Свистел Спасибо, Ваня А теперь Черсаныш, ты смотришь или нет? Смотришь? Сейчас тебе будет маленький сюрприз Вот От учительницы французского языка Когда наступает Некий серьезный момент Я люблю Залезть в старые книжки В старые книжки И найти Ну, примерно подсказку в них В старинных стихах Начало 15 века Кристины Пизанской Я нашла Ее-то я и перевела В ней-то я увидела Ну, некоторое количество волшебных смыслов Мой друг Признаюсь вам Могу и обещать Ни жестом Ни словам Не стану я прощать То, что могли остыть От губ слетев едва Я буду вас любить Покуда я жива И что не говорят Шпионит без стыда Завистников отряд Ревнивцев череда Признаюсь в тот же час Нельзя вас не любить И мне, не видя вас Счастливую, не быть Откуда б ни пришел К вам человек грустящий О милости былой О доме на песке Вы примите его Закутав в плащ блестящий Вам магия дана И звезды в кулаке Держите эту нить Хоть и она незрима Но вам ее хранить от всех Необходимо Я говорю тот час Нельзя вас не любить И мне, не видя вас Счастливую, не быть Казалось мне порой Вы как-то охладели Чуть спрятав за игрой Всю боль, что есть на деле Вы сердце припасли на самый крайний случай И на краю земли ваш голос Самый лучший Искрится, как звезда В глухой ночи морозной А с прочим Беда у нас в стране Бесслезной И вновь скажу сейчас Нельзя вас не любить И мне, не видя вас Счастливую, не быть В разлуке мы тихи В разъединении с вами Я напишу стихи обычными словами И повторю сейчас Нельзя вас не любить И мне, не видя вас Счастливую, не быть С днем рождения Юлий Черсаныч наш Ким Ваша Вероника Ну вот Вероника Аркадьевна И объявила Того, кто идет на сцену Вероника Аркадьевна Дольевна Я однажды начал Сочинять роман Свою честь И остановился На первых двух строчках И как-то не смог найти Достойного продолжения Но все еще впереди, конечно Две строчки были такие И потому что Это действительно Они вот Да что там говорить Вы только вслушайтесь Вероника Аркадьевна Долина Это имя звучит как романс Правда? Вероника Аркадьевна Я так что-то подумал Вероника Аркадьевна Долина И так далее Вот какое-то приближение Уже есть В этой неприхотливой мелодии Но это имя требует Еще более Изысканной мелодии Конечно Вероника Аркадьевна Долина Надо же Даже Александр Сергеев Пушкин Не так звучит Как вот Вероника Аркадьевна Долина Это просто Значально Но вы конечно поняли Что она Прочла свое стихотворение Посвященное мне А потом уже Француза перевели Но она из скромности Сказала Что это все-таки Что это ее перевод А на самом деле Это ее посвящение Она действительно Не может быть Счастлива Не увидевшись со мной Так Начинаются Хлопоты По поводу Звучания гитары Так Тут у меня Все выстроено Максимум Сегодня Размышляя Над программой Которой я Хотел бы Исполнить Хотел бы Чтобы вы у меня Услышали Что-то такое Сказать Что Эти стены Гостеприимные По моему Слышали По нескольку раз Всю Мою программу Всю сокровищницу Моих сочинений Всю Абсолютно Поэтому Боюсь что Удивить Какую-либо Новизной Я не смогу Поэтому Скажем Я скорее всего Подбирал песни По принципу Хорошо забытые Или Давно-давно Когда-то Исполненные Может быть Может быть Которые Может быть Следует Напомнить Но Главным образом Главным образом Я думал Все-таки О тематике Я спросил Лидию Михайловну Чей день рождения Мы сегодня Отвечаем Что бы она Хотела услышать Она Она Сказала Она Сказала Конечно Все то Что ты посвятил Двум важнейшим Темам В жизни Человека Вообще Я хотел бы услышать Программу О любви И дружбе Поэтому Моя программа Небольшая Состоит Первая часть О любви Вторая О дружбе Хотя Начну я Все-таки Со второй части Точнее С одной Песни Из второй части Торопясь Торопясь Ответить Ответить Дмитрию Антоновичу Сухареву Который Так замечательно Спел песню Своего сочинения Я говорю О стихах Потому что Музыку там Подобрал Сережа Никитин Посвященную Мне Давно уже Когда посвященную Мне И конечно Намекающий На мои Сердечные дела Словами Систола И диастола Я уже забыл Честно говоря Что означает Эти термии Только помню Что они имеют Отношение К сердечной Деятельности Но он так Часто Они так часто Повторяются Что я в конце Канцов Вспомню И сейчас По-моему Я ни Систолы И ни Диастолы Особенно Не страдаю Но тем не менее Тем не менее Это было Напоминание О каких-то Замечательных Прежних Ювелеях И конечно Напоминание О нашей Стариннейшей Дружбе У меня У меня Тоже Есть Произведение Посвященное Дмитрию Антоновичу Сухареву Оно Нуждается В некотором Предварительном Комментарии Он будет Кратко Во время Оно Во времена Оно Когда Я жил В городе Иерусалиме Туда же Наведался Дмитрий Антонович Вместе С Аллой Они Наведались Туда По случаю Очень хорошему Ну во-первых Там тепло Было Тогда И солнце Светило Море Плескалось Там их Четыре И Случай Заключался В том Что там В издательстве Журнала И в издательстве Иерусалимский Журнал Вышла Свежая Книга Стихов Прекрасная Книга Стихов Холмы Стихов Дмитрия Антоновича И Этот Случай И послужил Толчком К появлению Произведения Которое Вы сейчас Услышите Первые Строки Которые Я придумал Я думаю Что Не надо Вдаваться В рассказ О биографии О жизненном Пути Дмитрия Антоновича Здешний Публик Который Сидит Прекрасно Знает Что он Совмещал Научную Деятельность С поэтической Поэтому Первые строчки Меня сразу Озарили Он и гений Биологии И титан Родной Поэзии Поэзии Дальше 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 Я стал Думать Как мне Рифмовать Слово Поэзия Первое В голову Пришло Слово Геодезия И я Подумал Если бы он Был Геодезист Тогда он И гений Геодезии И титан Родной Поэзии Очень Складно Но он Геодезии Не имел Ни малейшего Отношения Дальше Я пошел По биографии Полинезия Макронезия Еще Какие-то Незии Пришли Мне в голову И все Я их Отрицал Потому что Никак Не мог С ним Склеить Пока Не добрался До Индонезии Индонезию Я тоже Еще не понимал Как я Склею Но Индонезия Понесла Мне Мелодию И мне Уже От Индонезии Отказаться Было нельзя Потому что Я сразу Вспомнил Знаменитую Песню Об Индонезии Кто автор И кто Я уже забыл Эта песня По-моему 50-х Каких-то Годов Все мы Распевали Индонезия Индонезия И так далее И так далее И я понял Что Все Я набрел И на припев Я набрел И на На мелодию Вообще И осталось Только Сочинить Приличес Приличествующие Случаю Слова И как-то Все-таки Соединить Сухарева С Индонезией Я Тужился Тужился Но все-таки Добрался И вот Что у меня Получилось Припев Очень Очень простой Те, кто Помнят Мелодию Те, конечно Сразу Легко Могут Ее Воспроизвести А Текст Запомнить Очень просто Он состоит Из одного Слова Индонезия Те, кто Не слышал Эту мелодию Мгновенно Выучат Так что Я надеюсь На вашу Поддержку В припеве Запев же Я буду Исполнять В строгом Одиночестве Что сказать Вам Об Антон Ичи А я То скажу Товарищи Что Антон Ичи У нас Тот Еще И Жена У него Та Еще Он И гений Биологии И Титан Родной Поэзии Где Еще Такие Многие Разве Только В Индонезии Индонезия 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 Любовь Любовь Моя Люди Охают И Ахают Ах Какой же Он Неслыханный Он И Сухарев И Сахаров Прям Как Луферов И Вихарев Он Особый Он Загадочный Он Из Этих Висб Галичей Но Я Думаю Скорей Всего Он Из Роду Из Корей С К Он Кореец Разумеется Мало Ест и редко Бреется И Жена Его Красавица Как Корейцу Полагается И Как Всякая Корейца Он Купается И Греется Главным Образом В Израиле Где Он Вышел В таком Превосходном Издании Индонезия 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 Любовь Моя Ой Ну и Наконец Первая Серия Посвящена Теме Любви У меня Даже Есть И такая Песня Которая Так Называется Тема Любви Ей Предшествует Любимая Присказка Я В этих Стенах Стенах Не Стенах В этих Стенах Я Рассказывал Тысячу Раз Но Это Уже Она Приросла К этой Песне Поэтому Я ее Повторю Поэт Рассказывает Что поэт Доризо Всю ночь Трудился Над любовной Лирикой Над любовной Лирикой Не спавши Утром С красными Успаленными Глазами Пришел В буфет Центрального Дома Литератор Спросил 200 грамм Коньяку И разом Опустошил Прибор Рядом С ним Мыкался Тоже Какой-то Ранний Посетитель Тоже Из числа Поэтов И сказал Что это такое Представляешь Говорит Доризо Всю ночь Писал Стихи О любви Да Ну и как Закрыл Тему У меня есть Сочинение Которое Так Называется Тема Любви Ни Ни клоуна Да ни комедия Ни мелодрама Ни трагедия Не обойдутся Ни за что Без неизбежного Дежурного Сюжета нежного Амурного То безмятежного То бурного О чем бы дел Не пошло В любое действие Прискушное Добавь любви Как перцу Вкушанье Интригу Круто Замеси Увидишь Зрителю Понравится Он это съест И не отравится Напротив Очень Позабавится И даже Скажет Гран-мерси Нам важно Это Убеждение Что Звери Люди Рассеяния Пожары Войны То да Сё Всё Что Не есть На нашем Глобусе Произошло От нежной Склонности От этой Вечной Нежной Склонности Или От отсутствия Её Пожалуй Пожалуй Таким Наиболее Интенсивной Работой Над этой Темой Отмечена Серия Песен Песен Которую Я Сочинил Для Итальянской Комедии Любовь Догрова Кажется Она называется Эту Такая Она Немножко Черная Такая Комедия Её Поставил Игорь Владимиров В театре Их С песни Одного С песни Из героев Это на самом деле Антилюбовная песня Но на самом деле Я спокойный, я спокойный, как спокойный я, это просто чудо, как спокойный. Убивай меня из пушки, из ваги под корень, из себя не выведешь меня. Меня ласкает Аргентина лениво и волною, мне назначает Мулин Руш по ночам. Я прошусь, не стучитесь, я вам не открою и умоляю, не звоните, я шнур оборву. Я доволен, я доволен, я доволен, я это просто чудо, всем доволен. Пусть я буду безобразен, беден, бледен, болен, все равно доволен буду я. Надену белую панаму, 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 поеду на Капакабану, гавану куплю. Я прошу вас, не надейтесь, я ждать вас не стану и умоляю, успокойтесь, я вас не люблю. Какая чудная погода, не так ли, милорды? Ну, как у вас идут дела, как ваш стул, как семья. И я надеюсь, вы спокойны, спокойны и тверны. Хотя на свете никого нет, спокойней меня, никого нет, спокойней меня. Я спокой! Молитва главной героини. Тут все-таки я все время искал. Может быть, кто-то найдет аналог в других сочинениях что-то похожее на женщину, молитву которой я сейчас спою. А там героиня, это такая красавица, которая женская синяя борода. Она искренне влюбляется в мужчин, которые попадаются ей на пути. Она их очаровывает, и они охотно очаровываются. Может, даже они первые начинают, но она в них влюбляется с такой силой, что потом, когда они начинают этим тяготиться, она не может это пережить и убивает. И так она убила несколько мужей подряд, проливая самые искренние слезы, но она не могла поступить иначе, потому что она так потратилась своими чувствами, своим сердцем на каждого из них, что простить, отпустить этого человека, не то что даже безнаказанно, а просто невозможно, а иначе как отправив его на тот свет. И так вот она, вот о ней шла речь, и для нее я сочинил эту молитву. Я хотел найти какой-нибудь аналог не такой кровожадный, чтобы обошлось без этого, без кровопролития, без этих смертей. Никак я не мог найти. Сначала я подумал, может, это немножко похоже на то, что, помните, Леди Макбет, Катерина Измайлов, Леди Макбет Мценского уезда, или еще, может быть, это напоминает некоторых таких французских или итальянских кортизанок, которые очень тоже много тратились в любви, а потом их бросали все те, которые были им обязаны своим подъемом, своей и так далее, и так далее. Может быть, что-то такое, но вот никакого литературного имени я не подобрал. Если вам эта молитва приведет на ум какую-нибудь героиню литературную, то не скрывайте от меня это. Пречистая Дева Мария, Помилуй меня и спаси Во славу Твою и во имя Проси предрешения мои Лукавила я и темнила, И подлой, и всякой была, Но все от того, что любила, Уж в этом-то я не лгала. Мария, помилуй меня Мария, помилуй меня Мария, как есть пред Тобою, Взгляни на подобие свое, Живем мы единой любовью, Они убивают ее, Ничто их сердца не пробудит, Ни нежность, ни ярость моя Твой сын меня верно осудит, Но ты не оставишь меня Мария, помилуй меня Мария, помилуй меня Красивая песня какая, Нет, я и плох, ужасно, Я, конечно, ужасно ее спел, Но, но, но так, Когда иной раз слушаешь, Все это, но забирает, забирает. Вот еще одна песня Из этой же серии Медленный танец называется Бью часы на башне Этот поздний час И я всегда включаю Свой любимый джаз И на медленный танец Приглашаю я Вас, мой друг старинный Вас, любовь моя Я так люблю В хороший час Поставить добрый старый джаз В хороший час Под старый джаз Потанцевать с тобой О, любовь моя Я так люблю О, я так люблю Ты со мной танцуешь Наклонясь к плечу Так, как ты умеешь Так, как я хочу И на медленном танце Кажется мне порой Что и в самом деле Ты сейчас со мной Я так люблю Хороший час Поставить добрый старый джаз Хороший час Поставить добрый джаз Поставить добрый джаз Потанцевать с тобой О, любовь моя Я так люблю О, я так люблю О, я так люблю О, я так люблю Как бы, как бы, как бы это звучало в джазовом исполнении. Может быть, когда-нибудь я и услышу. Я как-то это как раз и имел в виду. Когда сочинял эту мелодию, у меня больше такого или близкого к этому опыту так и не было. И вот еще одна песня. Это самая страстная. Итальянская любовная песня. Я даже не знаю. Ну, наверное, пожалуй, Лена Камбарова могла бы с такой силой исполнить этот любовный вопль. Который, конечно, я сейчас попытаюсь дать намек. Дать намек на то, как это должно звучать. А вы уже представляете мысленно камбровские вокалы. Мощный такой. Фортиссим. Подари мне фиалку, Пришлю тебе клумбу с пионами, Подари мне словечко, Поэму тебе посвящу. Подари мне колечко, Подари мне колечко, Осыплю тебя миллионами, Подари мне любовь, И я жизнью тебе заплачу. Мне ведь нужно не чудо, А чувство простое, земное, Не безумной, Обычной любви я прошу для себя. Ну, хотя бы не ниже луны, И не уже, чем море, Ну, хотя бы не меньше, Чем та, Что сжигает меня. Ну, и так далее. Представляете? Ну, и чтобы покончить с итальянщиной, Я сейчас спою песню вполне итальянскую. Я здесь ее пел, Но просто уже по ассоциации Напрашивается она совсем... Хотя нет, там тоже про любовь, да-да-да, тоже. Она вполне умещается. Для тех, кто не слышал ее И не знает ее предысторию вкратце, Давно, очень когда-то давно Меня призвал перед своей отчим Ну, не скажу гениальный, но блестящий Наш эстрадный певец Эмиль Горовиц Эмиль Горовиц призвал меня к себе И сказал, вот тут у меня есть одна песня Итальянская Я хотел бы ее петь У меня есть только польский перевод И польский перевод Но мне не хочется ее петь по-польски Да и, собственно говоря, там в переводе Только я понял одну первую фразу Которая по-русски звучит Люблю я макароны Ну, раз итальянцы, значит, люблю я макароны Вот Не взялись, найдите какого-нибудь полониста Полонист переведет с польского на русский А вы с русского на наш эстрадный язык Чтобы я мог спеть эту песню Я сказал, мне не надо никакого полониста У меня хватит одной первой строчки И я взял эту первую строчку И построил на ней такое здание Ну, понятно, что мне он дал в записи мелодию И я Она очень простая Я ее выучил И сам потом стал ее напевать А он включил мой перевод Итальянского, так называемый Перевод из польского и итальянского Как угодно Точнее, даже с польского Я потом поясню, почему Он включил свой репертуар И она у него стала хитом, как это называется Или шлягером, как это называлось раньше И сравнительно недавно мне подарили диск С избранными хитами Эмилия Горовца И она у меня на одном из первых мест Что, чем дал мне повод Особенно задрать нос Люблю я макароны Любою к ним пылаю неземною Люблю я макароны И что хотите, делайте со мною Для вас это ерунда Подумаешь, еда Но вы полейте их томатом Посыпьте тертым сыром А также черным перцем Запейте их вином И вы поймете сердцем Какое это чудо И станете повсюду Рассказывать о нем Вельможные персоны Худеют на диете И напрасно Им сняться макароны А надо есть пилюли Да лекарства А я человек простой Хоть тоже не худой Набит я доверху томатом А также тертым сыром А также тертым перцем И молодым вином И зная я всем сердцем Что нет на свете блюда Вкуснее, чем это чудо Вреднее, чем она Люблю я макароны Хоть говорят, они меня погубят Люблю я макароны Хотя моя невеста их не любит Но я приготовлю их однажды На двоих Ах уж я их так полью томатом Ах уж я их так полью томатом Посыплю тертым сыром А также черным перцем И дам запить вино Она поймет всем сердцем Она поймет всем сердцем Какое это чудо Потом ей станет худо Но это уж потом Люблю я макароны Люблю я макароны Люблю я макароны Хотя моя невеста их не любит Но я приготовлю их Одна жены на двоих Большое спасибо Основную часть ваших аплодисментов Я отношу не к поэтическому содержанию Этого произведения А конечно к простой Замечательной музыке Автора которой я очень долго не знал Очень долго не знал И наконец сравнительно Даже недавно Благодаря конечно всезнающему Интернету Я пока не узнал Кто же автор этой музыки Знаете Хотя я работал с такими Великанами Как Владимир Дашкевич Геннадий Гладков Один раз попытался Но не удалось С Крылатовым Но есть Какая-то песня даже С Андреем Петровым Когда-то написал И еще несколько Ну про Рыбникова Я чуть не забыл Конечно да Но Я даже сотрудничал С Петром Ильичем Чайковским Представьте себе Да Это произошло На картине Гарри Бардина Гадкий утенок Он сочинил Этот Великий мультфильм И конечно Раз гадкий утенок То он И решил Обратиться К балету Чайковского Лебединое озеро Его Замечательный Помощник По музыкальной Части Сергей Михайлович Анашкин Давно уже Мне знакомый Взялся Приспособить Чайковского Лебединое озеро К этому Мультику Ему это Замечательно Удалось И вот Таким образом Я сотрудничал С Петром Ильичем Но когда я узнал Кто же сочинил Про макароны Тут я ахнул Это Нина Ротто Любимейший Композитор Федерико Феллини Автор По-моему Самых главных В всей музыке К самым главным Его Фильмом Великим Это был Нина Ротто И это Конечно Очень Согрело Мое сердце Правда Потом Я получил С другого Боку Ужасный Удар Удар Вот какой Когда я Когда мне Полностью Расшифровали Все материалы Относящиеся К этой песне Выяснилось Что эту песню Сочинила Сочинила Итальянская Режиссер Которая Снимала Какую-то Какую-то Развеселую Комедию Где Эта песня Была Центральной Эту Центральную Песни Исполняла Тогдашняя Кинозвезда Не помню Имя Но песня Это была Посвящена Томатному Супу И поэтому Вот эти Та-та-та-та-та-та Мне Мне потом Проиграли Как она Поет И там Па-па-па Помодора Па-па-па Помодора Па-па-па Помодора Не то что Вы слышали Конечно И поэтому Я До сих пор В некоторой В некоторой Шаткой Позиции Значит Мне теперь Про помидор Надо сочинять Про помидор Про помидорный Суп Итальянский Для того Чтобы заслужить По хвалу Этого Славного Народа Но Пока Мой Собственный Славный Народ Распивает Мои Макароны Я Пожалуй Этим Заниматься Не буду Пусть Она Кинорелесер Сочинила Про помидоры А я Сочинил Про макароны Нобелевскую Разделим Пополам Да И вот Еще одна Песня Про любовь Я ее По-моему Вообще Никогда Не пел Со Сцены Но Сегодня Репетировала Десять раз Поэтому Надеюсь Что Не собьюсь Композитор Дашкевич Текст Я уже Тогда был Михаил Текст Ю Михайлова Песня Молодых Комсомолок Ткачих Из музыкального Фильма Который Не состоялся Но состоялся Как музыкальная Опера Наша С Дашкевичем По комедии Маяковского Клоп Правда Маяковский Не называл Эту пьесу Комедией Просто Пьеса Была его Клоп Там Кто помнит Содержание Есть Зоя Березкина Зоя Березкина Ткачиха Она трудится На ткацкой Фабрике И вот Художественная Самодеятельность Этой Ткацкой Фабрики Исполняет Песню Собственного Сочинения И запевалой Красавица Ткачиха Милейшая Девушка Влюбленная В главного Героя Значит Вероятно Нужно потом И его тоже Вспомнить Влюбленного Героя Запевает Эту песню А они Ей подпевают В припеве Причем Когда Это исполнял Театр Третье направление Там еще В припеве Включались Мужчины Очень хорошо У них получалось Это Ниточки Тонкие Ниточки Вейтесь Не рвитесь Не путайтесь Вейтесь Не рвитесь Не путайтесь Я загадала На вас Нитка Порвется Закрутится Значит Желание Не сбудется А ведь На счастье Загадывать Можно один Только раз День пройдет Песню Гудок Споет Я К тебе Выйду В косыночке Красной Песня Вьет Вльется Ниточка Вьется Вьется Словно Дорожка Где меня Милы Жьет Белая Нитка Свидание Черная Нитка Страдание Белая Ниточка Как бы Мне С черной Не спутать Ниточка Может я Очень Отсталая Если Порветесь Вы Ниточки Сердце Порвется Мое Милы Мой Будешь Ли ты Со мной Я Все Жду Каждый Денечек Считаю Я Не Знаю Как За Тобой Скучаю Милы Мой Хороший Будешь Ли ты Со Мною Вот видите Сколько Репетировал Все Таки Не Дорепетировал Все Таки Сбился В конце И Конечно Конечно Это Это Жалкое Подобие Того Что Должно Было Быть А Когда Эту Песню Исполнял Театр Третьего Управления На одной Из этих Репетиции Пришел Марк Захаров Как только Эти девочки Вышли В своих Красных Косыночках И начали Петь Танки И они Как он Захохотал И несмотря На скрытый Трагизм Этого Лирического Произведения Он Прохохотал Сначала До конца До Полных Слез Я не очень Понял Почему он Смерт Такая Лирическая Песня Да еще С таким С намеком На то Что Может Милый Будет А тем более Что Милый Конечно И потом Изменил Всячески А кстати О Милом Ваня Присыпкин Кто помнит Это Рабочий Человек Который Честно И по Настоящему Сражался С буржуями В гражданскую Войну И теперь Приступил К мирной Жизни С одним Мощным Желанием Я за что Боролся За красивую Жизнь Боролся Красивую Жизнь Дядя Воплощалась В зеркальном Шкафе И он Стремился К тому Чтобы Купить Наконец Зеркальный Шкаф Шкаф Как символ Этой Самой Красивой Жизни Он Любил Свою Он Искренне Любил Свою Зою Березкину Которая Пела Про Ниточки Но Мечта О Красивой Жизни Все-таки Перешибла И когда На его Пути Появилась Частная Парикмахерца Парикмахерша Эльзивира Ренессанс Он Таки Расстался Со своей Любовью И Начал Кружиться Вокруг Этой Парикмахерши Исполняя Такой Романс Спрятался Месяц За тучку Снова Выходит Гулять Позвольте Мне Белую Белую Ручку Красному Сердцу Прижать Ты Товарищ Меня Глубоко Пойми Уважая Пролитую Кровь Утомленное Тело Окопами Хочет Знать Красоту И Любовь Мои Чувства Мечты И Фантазии Снов Сердц Как Пламя Зажглись Я В боях С мировой Буржуазией Заслужил Себе Личную Жизнь Вы Такая Прелестная Скромница Ваши Плечи Как Фарфор И Грудь Я На Вас Опасаюсь Дотронуться Когда Свечку Стесняюсь Вдыхнуть Жить Невозможно Без Ласки Ласку Легко Погубить Позвольте Мне Карие Глазки Красной Душою Любить Жил Я Раньше Во Тьме Без Понятия Но С победой Трудящихся Мас Я Понял Красоту И Симпатию А Тем Более Глядя На Вас И Скажу Вам Во всей Откровенности Пострадавши В нужде И В Борьбе Я Буржуев Культурные Ценности В Полном Праве Примерить К Себе Когда Вы Так Доверчиво Ложите Ваш Пальчики Мне На Ладонь Вы Себе Представить Не Можете Что Вы Ложите Их На Огонь Он Не Сожгет Он Согреет Смело Доверьтесь Ему Позволите Я Белую Шею Красной Рукой А Бой Спрятал Семей Сить За Тучку Снова Выходит Гулять Позвать Мне Белую Белую Ручку Красному Сердцем При При Ж Что касается Красавицы Эльзивиры Ренессанс То Он Этот Молодой Человек Которого Она Обольщает Должна Обольстить Потому Что Ее Важнейшая Задача Дело Происходит Двадцатые Годы Непа Когда Уже Когда Уже Над Непом Стали Сгущаться Тучи Той Власти Которая Этот Женеп И Разрешила И Очень Хорошо Им Попользовалась Но Над Природой Этой Власти Взяла Свое И Над Частными Предпринимателями Нависло Государство Очень Серьезной Угрозой Поэтому Несчастная Барикмахерша Решила Что Ее От Этого Может Заслонить Профсоюзный Билет В доме А Ваня Как раз И Являлся Прекрасным Профсоюзником Причем Активным И Она Подумала Что Его Профсоюзный Билет Ее Дом Защитит От Нарастающей Угрозы И Изо Всех Сил Начинает Его Соблазнять Она Его Усаживает В парикмахерское Кресло Она Его Опрыскивает Лучшими Духами Она Начинает Приводить Его Буйную Шевелюру Совершенно В модный Вид И Она Вьется Вокруг Него Вьется Вокруг Него И Напевает При этом Такое Обольстительное Танго Позабудь Про камин В нем Погасли Огни На Софе Под Шофе Мы Остались Одни Мы Остались Одни В этом Сумрачном Мире Все Подухнуло В камине Все Погаснуло Во Мне О Как Ты Чудно Мое Танго С Людями Трудно С Тобой Легко Любого Пламя Любовь Сильней Не Вздумай Ваня Обойтись Без Ней Мы С Тобой Тет А Тет И Любя И Ревну Я Все Лицо Твое Держу Я Как Мучительный Портрет Ля 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 Та Ля Переходим К теме Друзей Для Начала Я Спою Вам Песню Одного Друга Который Является Письмом Некоторого Друга К Своему Другому Закадычному Другу Автора Письма Зовут Денис Давыдов А Адресата Зовут Бурцев Забыл Как Его Под Полное Имя Бурцев Это Был Такой Отважный Это был Русский Д'Артаньян Задира Пробойца Игрок В карты Любимец И любитель Женщин Бурцев Поэтому Первая Строчка Этого Письма Дениса Давыдова Стихотворного Понятно Письма К Бурцеву Звучит так Бурцев Йора Забияка Йора Это слово Давно Уже вышло Уже вышло Из нашего Употребления Отсюда Близкое Слово Которое Мы иногда Пытаем Йорник Вот Йора Задира Это Пребязательно То же самое И первая строчка Бурцев Йора Забияка Этого Этого Этой Этой Бурцев Йора Забияка Собутыльник Дорогой Ради Бога И Аракана Вести Донишка Мой В нем Нет Нищиху Нищиху Пороку В нем Нет Зеркала И Картин И Хозяин Слава Богу Не Великий Господин Он Гусар Он Не пущает Мишерою Пыль В глаза Он Его Брат Заменяют Все Диваны Куль Овса Вместо Зеркала Сияет Ясные Сабли Полоса Он По ней Лишь Поправляет Два Любезные Уса А На Место Вас Прекрасных Беломраморных Больших А На Столе Стоят Ужасных Два Бокала Буншевых Они Полны Уверяю В них Горит Полдневный Жар Приезжай Брат Умоляю Бурцев Йора Забиянка Докажи Что ты Гусар Это Образец Такой Гусарской Дружбы А вот Образец Дружбы Нашего Времени Это Мой Третий Романс Из серии Подражаний Вертинскому Один Из них Романс О Герцогине Вы слышали В прекрасном В исполнении Ларис Брохман Другой Романс Самый Последний В этой Серии Здесь Тоже Раздавался Я Может быть Его Вспою А этот Романс Я Во-моему Здесь Вообще Никогда Не пел Называется Он Возвращение В Иерусалим Поэтому Он Поется С таким Грассированием С одной Стороны А-ля Вертинский С другой Стороны А-ля Еврейский Дорогой Мой Владимир Абрамович Драгоценный Мой Игорь Ароныч Как Приятно Звучат Журчат И Ракочут Имена Ваши В полости Рта Как Совок По Сентябрьскому Сочи Как Изгнанник По Капщам Отчим Так По Вас Я Соскучился Очень Аж До Чёрта То Бишь До Чёрта Предо Мною То США То Канада Надо Мною Московская Лето Голова Моя В Тягостном Дыме От Того И Того И Того И Как Важно Как Нужно Как Надо Соображать Что Вы Бродите Где-то В Белокаменном Ярусалиме По Бессмертной Брусчатке Его И Не Может Быть И Даже Двух Мнений Что Из Этих Вот Соображений Состоит Вытекает И Складывается То Что Мы Называем Душой Что Мол Есть Мол Абрамыч С Агон Чем Да Еще Константинов Ч С Антон Чем Да В Придачу На Ум Ч С Мир Чем Ну И Дали Список Прикладывается Хоть Уже Он Не Очень Большой Сейчас Еще Ну Наверное Раз Речь Зашла О Дружбе То Без Этой Песни Обойтись Невозможно Тогда Душой Беспечной Невежды Мы Жили Все И Легче И Смелее На Пороге Наших Дней Неизбежно Мы Встречаем Узнаем И Обнимаем Наших Истинных Друзей Здравствуй Время Гордых Планов Пылких Клятв И Долгих Встреч Свято Дружеское Пламя Свято Дружеское Пламя Да Не Просто Уберечь Да Не Просто Уберечь Все Чтобы жить Как вон И Дни Все Чтобы жить Легко И смело Не высчитывать Предела Для бесстрашия И любви И Подобно Лицеистам Собираться У огня В октябре Багрианалистам В октябре Багрианалистам Девятнадцатого Дня Девятнадцатого Дня Но Судьба Свою Возьмет Поимщицки Лихо Свистнет Все По-своему Расчислит Не Узнаешь Наперед Грянет Бешеная Вьюга Захохочет Серый Мрак И Спасти Захочешь Друга Спасти Захочешь Друга Да Не Вы Думаешь Как Да Не Вы Думаешь Как На Дорогах Наших Дней В Перепутьях Общежитий Ты Наш Друг Ты Наш Учитель Славный Пушкинский Лицей Под Твоей Бессмертной Сенью Научиться Чтобы вполне Безоглядному Веселью Бескорыстному Доверию Вольнодумной Глубине Вольнодумной Глубине Извольте Взять Приборы Граненые Стаканы Хрустальные Фужеры И у них Налить Вина Как Только Вам Я Знак Подам За Здравие Наших Милых Дам Сенью И Извольте Пить До Дна Долой Пустые Думы Долой Пустые Души Ведь Наша Жизнь Как Чаша Вся До Краев Полна Крутой Напиток В ней Налит И Хоть Порой Он С ног Хвалит Сенью И Извольте Пить До Наполним Наши Чаши Поднимем Их Повыше За то Что наши Песни В любые Времена Провозглашали Вновь И вновь Свободу Братства И любовь За это Извольте Пить До Дна За это Извольте Пить До Дна И Пусть На Спасской Башне Часы Пробили Полночь Далеко До Рассвета И В Облаке Луна По Всем Статьям Календаря Товарищ Верь Взойдет Заря За Это Извольте Пить До Дна За Это Извольте Пить До Дна Гип-гип Ура Гип-гип Ура Гип-гип Ура 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 Тра-та-та-там Ка-па-па Вот надо же Я так замечательно Спел эту песню А ведь сказано Было Ведущему Заключительные номера Пойдут После моего Тоста Неужели Не было ясно Что я Поют Тост Когда Там Все Извольте Пить Извольте Пить Извольте Пить Так что Где там Ведущий Стукните Ему В дверь Это же Есть Тост А ты Здесь А я Думал Что ты Оттуда Выглядываешь А что Все Сидят Да Давайте Сюда Давайте Все Сюда А все Остальные Уже Где-то Уже Уехали Астальные Послушались Просто Можно вас попросить В артистическое Постучать Пусть Сюда Идут Нет Я не плачу И не рыдаю На все вопросы Я с улыбкой Отвечаю Что наша жизнь Игра И кто Потому видной Что я увлекся Этой Игрой И перед Кем же Мне извиняться Мне вступает Я не в силах Отказаться И ради Мой талант И мой душевный Жар Не заслужили Скромный Горорал И Пусть Бесится Ветер Жестокий В тумане Житейских Молей Милее Мой парус Такой Одинокий На фоне Стальных Кораблей Я не Разбойник И не Апостол И для меня Конечно Что Все Не просто И очень Может быть Что От забот Своих Я посетею Раньше Остальных Но Я не Плачу И не Рыдаю Хотя Не знаю Где Найду Где Потеряю И Очень Может Быть Что На Свою Беду Я Потеряю Больше Чем Найду Пусть Бесится Ветер Жестокий В тумане Житей Молей Белее Белее Твой Парус Такой Одинокий На фоне Стальных Кораблей Белее Твой Парус Такой Одинокий На фоне Стальных Кораблей Парбарам Парам Пам Пам Давайте Негромко Давайте Вполголоса Давайте Простися Светло Идея Другая И мы Успокойся Что Было То Было Прошло Займешься Ужасно Нелепо Бессмысленно О Как бы Начало Вернуть Начало Вернуть Небось Сложно Немыслимо И даже Не думай Забудь Займемся Обедом Займемся Нарядами Заполним Забоками Быть Так легче Не так ли Так проще Не правда ли Не правда ли Меньше Болит Не будем Хитрить И судьбу Заговаривать Ей Богу Не стоит Труда Дана Господа Не обойсь Никогда Небудь А больше Уже Никогда А как это Было Очень Хорошо Плыло И уплыло Было И прошло Было И прошло Было Было И прошло Ваши аплодисменты Я Адресую Конечно не только Автору строк Слов Но и автору Нот Это гениальная музыка Геннадия Игоревича Гладкова Просто великолепная Да Похлопаем Ему и пожелаем Веческий успех Аплодисменты Пам 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 Парам 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 Некогда Нечаянно Пришла Пора Корни Даль Давай Дружок Отчаливай А нам Возвращай Печаль Будет Нордов Не видно Свет Угрюмые Небеса И все Друзья Не поминайте Вихвом Поднимаю Паруса И все Друзья Не поминайте Вихвом Поднимаю Паруса Фантастика Романтика Наверное В этом Виновата Антарктика Атлантика Зовут Зовут Ребят Куда Да Будет Нордов Не видно Свет Угрюмые Небеса И все Друзья Не поминайте Вихвом Поднимаю Паруса И все Друзья Не поминайте Вихвом Поднимаю Паруса Послушай Ребят Паруса Паруса Вихвом Атлантика Романтика Наверное В этом виновата Антарктика Атлантика Зовут Зовут Ребят Куда Да гудит ордос, не видно звёзд Угрюмы небеса И всё, друзья, не поминайте Рихом поднимаю паруса И всё, друзья, не поминайте Рихом поднимаю паруса Не раз слышали о чём-то А, эта песня отдельная, её нужно репетировать два часа А я её сегодня не вспоминал Мы не торопимся никуда, Юлия Черцова Поэтому мы споём про капитана, но немножко другого А вот эта? Да, да, это классно Хорошо идти, ребята, по проливу каты-каты Ветер никогда не заполочит паруса От пролива скайки-раки Волны, скалы, буни-раки И чудовищные раки Просто дыбом волоса Потрясающие раки Просто дыбом волоса От пролива перуза Есть огромная медуза Капитаны, помни, сколько вылазей возьми На дальней Амазонке, на прекрасной Амазонке Есть такие амазонки Просто чёрт меня возьми Есть такие амазонки Просто чёрт меня возьми Если хочется кому-то маринованного спрута Значит, жжёт его как будто или порт-бордо А бутылку Эль-Мадейро ждёт ценой в один Крузейро Кроме Рио-де-Жанейро Не найдёт нигде никто Кроме Рио-де-Жанейро Не найдёт нигде никто Я прошёл довольно рано Все четыре океана От пролива Макеллана До Бады-Коле От Камберры до Сантьяка Скажет вам любой бродяга Что такого? Капитаны! Не правильно, не правильно, не правильно Чет, стоп! Ну как же, как же вы? Я же стал солировать! Я прошёл довольно рано Все четыре океана От пролива Макеллана До Бады-Коле От Камберы до Сантьяка Скажет вам любой бродяга Что такого капитана Больше нету на земле Что такого капитана Больше нету на земле Кек-кек-кек-капора! Кек-кек-кек-капора! Ради что, если только уж самое заключение, великую песню, финальную песню Висборра. Вот такая песня. Как раз на театральной разъяснике. Я боялся, что милая моя сейчас. А сначала все-таки... Я тоже так подумал. Не расслышал. Мы все подумали про милую мою. Нет, 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 нет. Есть роскошная песня Висборра, вы все прекрасно ее знаете. Если подпоете, все будет замечательно. Ей мы и завершим наши посиделки, но прежде словом старшим. Мы уходящая натура, уходим мы из объектива. Мы уходящая культура того давнишнего призыва. У нас такое поручение от наших сереньких небес, свечи поддерживать свечение среди Газпромов и АЭС. В ее немеркнущем мерцании, из века в век, из года в год, хранится смысл существования всех, кто людьми себя зовет. Мы нам завещанные свечки оберегали, как могли. И вы уж тоже обеспечьте заботой нежные огни. И вы уж тоже обеспечьте заботой нежные огни. Заботой нежные огни. Вот как утром сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь в стране остались пули, здесь земля уже близка. Здесь косынку голубую я прищуевшись искал. И забудут за январь эти несколько лета. Здесь меня, когда нашлали, а теперь уже не ждут. Белой теной мясной лапой бьются волны, а моря я скажу себе по трапу, я скажу себе по трапу независимый моря. Люд все время призывает отзаренные моря. Все куда-то уплывают, подрывают и негаря. Так и мы очистка судим, как от пиццы отошли, как от нас уходят люди, словно море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пират. Пусть к вам встретятся другие, лишь вопутные ветра. Море синее свежали, чайки белые стоют. Ни на что не намекают, ни на что не намекают. Просто песенку поют. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пират. Пусть к вам встретятся другие, лишь вопутные ветра. Море синее свежали, чайки белые стоют. Ни на что не намекают. Ни на что не намекают, просто песенку поют. Просто песенку поют. Просто песенку поют. Спасибо. 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 Спасибо.